Экологическая акция «Чистый берег» развернулась на Тарховском пляже в Сестрорецке. Ежегодное мероприятие вновь собрало под своим началом множество волонтёров, неравнодушных к проблемам чистоты прибрежных зон Петербурга. Сегодня важное для экологии событие является точкой соприкосновения различных культур и служит общей цели. «Город уделяет очень большое внимание различным экологическим проектам, международным проектам. Хочу подчеркнуть, что сегодняшняя акция уже восьмая по счёту, если не изменяет память. Сегодня нас с вами ждёт многое, разные движухи, насколько я понимаю. Интересные экологопросветительские квесты, которые будут затрагивать и вопросы раздельного сбора мусора, сбора опасных отходов, в целом международного сотрудничества». «Добрый день всем. Я новый генеральный консул Финляндии. У меня речи нет. Я по-русски не очень хорошо ещё говорю, но очень-очень приятно быть здесь с вами». «Китос и работать вместе. И вот это связи между людьми, городами, самое важное. У нас здесь красивое море, природа. И, как мы в Финляндии часто говорим, это не только говорить, но делать, работать». Эко-акция «Чистый берег» в первую очередь экологопросветительская. Комитет по природопользованию ежегодно организовывает данное мероприятие, целью которого является развитие волонтёрского движения и повышение экологической культуры населения. В игровой форме участникам предлагается очистить прибрежную зону одного из многочисленных водоёмов Петербурга. В этом году это Финский залив, а также пройти 15 различных станций, посвящённых проблемам экологии. «Пять способов обощённых, которые приведены в конвенцию ООНа. По изменению климата как раз таки. Если вызывать частые случаи, если вы достаточное количество, я поставлю вам балл. То есть по этой цели. И саму цельность можно назвать. «Чипо, ограничение транспортных средств, когда пользуются общественным, а не лишним». «Переход на электронные мобили, электромобили, чтобы снять назовы лишь авиаперелёток, чтобы выросли». «Да, ещё что-нибудь». «Так, соответственно, переход с ТЭС, допустим, на стекловые электростанции, на гидроэлектростанции, атомные или ветровые. По итогам мероприятия, собравших больше всего мусора участников, наградят. Победителям будет вручён Кубок губернатора, чистый берег и другие призы. Сегодня, кроме непосредственно сбора мусора, пляж Финского залива очищали и проверяли на наличие микропластика в воде. «Мы пытаемся найти микро- и мезомусор на маленьких квадратах в полигонах, в зоне заплеска. Для этого забирается песок, как вы видите, на глубину примерно 2-3 сантиметра и просеивается сито. Потом это всё попадает в наши… Ну, мы их отбираем, и уже, скорее всего, в рамках университета будем это всё обследовать, классифицировать». Сегодня в акции «Чистый берег» приняли участие студенты вузов, работники предприятий, активисты и волонтёры, которые совместными усилиями решили очистить берег Финского залива от накопившегося там мусора. «Цель этого мероприятия прежде всего эко-просветительская, здесь мы видим достаточно много станций, на которых представители разных абсолютно организаций, как отечественные компании, так и научные наши учреждения, рассказывают командам о различных аспектах охраны окружающей среды. В том числе здесь представлена и техника, например, лаборатория для мониторинга атмосферного воздуха, российские железные дороги, вот они впервые у нас участвуют, представили свою экологическую лабораторию, также мы показываем здесь эко-мобиль, учим раздельно собирать отходы. Наша цель научить раздельному сбору отходов и в дальнейшем то, что будет собрано на этой, в частности, акции, будет направлено на переработку».